Как известно, некогда успешно начавший свою финансовую деятельность Банк Астаны к концу прошлого года за различные нарушения прекратил свою деятельность решением главного финансового регулятора страны. Но на счетах остались вклады казахстанцев. Их общая сумма превысила 37 миллиардов тенге. Государство приняло меры по их возвращению. 9 января 2019 года Национальным банком Республики Казахстан была назначена ликвидационная комиссия по Банку Астаны. И при этом все физические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют право на возмещение денег, размещенных во вкладах на текущих счетах и платежных карточках ВАО Банк Астаны, могут обращаться за получением своих денежных средств. Средства уже зарезервированы в Казахстанском фонде гарантирования депозитов. Агентом назначен Евразийский банк с достойной репутацией и необходимыми ресурсами. Для возмещения вкладов достаточно лишь обратиться с заявлением в любое из его отделений, начиная с 26 января. На процедуру возврата средств отводится ровно полгода. По области насчитывается порядка 5000 вкладчиков Банка Астаны. Общая сумма выплат составит более 300 миллионов тенге. Мы начнем работу 26 января с 8 утра до 10 часов вечера, то есть в усиленном режиме. Соответственно, 27 января, воскресенье, мы будем работать с 8 утра до 8 вечера, без обеденных перерывов. Все это делается для того, чтобы в кратчайшие сроки, повторюсь, с надлежащим качеством, обслужить всех вкладчиков Банка Астаны. Для обращения необходимо при себе иметь удостоверение личности. Идентификация вкладчиков будет осуществляться по индивидуальному идентификационному номеру, поэтому банковские договора и прочие бумаги не требуются. Допускается также подача заявления по нотариальной доверенности. В любом случае действует обратная связь с клиентами банка. Если возникнут какие-нибудь вопросы по выплате, можете обращаться по адресу ликвидационной комиссии, по адресу проспект Сан-Кибай-Батыра, 249, ликвидационную комиссию Банка Астаны. Работает 27-28 тоже ликвидационная комиссия. Остальные рабочие дни с 9 до 17 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Всем вкладчикам, которые не успеют вернуть свои сбережения ликвидированного банка до 26 июля, также могут не переживать. После завершения действия агентского соглашения они вправе получить возмещение, подав заявление непосредственно в фонд гарантирования депозитов. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».